Мониторинговая группа Общероссийского Народного Фронта была создана специально для контроля за реализацией поручений президента Российской Федерации в Иркутской области. Чтобы понимать на местах, а не в отчетах властей, как выполняются обещания, данные жителям, мы проводили опрос по чек-листам, где фиксировали все проблемы, которые конкретная семья или конкретный человек не мог решить. Я думаю, что проблемы начались с того, что не выполнено поручение президента Российской Федерации. Я хотела бы поделиться с вами. Администрация объяснила мне так, что мы вроде как идем по гибернаменту, а те, которые не пошли в эту запись, те и по федеральному. И поэтому, вроде бы, им землю можно оставить, что-то есть. Нам не в поле случая. Мы тоже попали под затопление, у нас в покое, во дворе была вода. Дом начал проседать, то есть визуально прямо видно, каждый университет, получается, ну, осыпается штука, трескается, фундамент потрескался. Писали заявление на повторную комиссию. Повторная комиссия пришла, ничего не записывая, ничего не фиксируя, то есть сказали, что у вас будет дом под снос однозначно. Ждите сертификацию. То есть комиссия пришла, они не фотографировали, просто посмотрели, ничего не записывали, не фиксировали, все ушли. Помаду до сих пор мы не получили. То есть вот это вот отношение, которое, ну, я не знаю, вместо того, чтобы людям помочь, они, получается, ну, просто игнорируют. Все-таки они назначили еще одну комиссию. Пришла третья комиссия в составе там шести человек. Просто обошли, сняли на телефон, сделали несколько фотографий в подполье, спускаться отказались. Потому что, говорит, у вас там грязно, ну, говорит, одеты, ну, не по форме, ну, никуда не полезен. Ну, и сказали, опять же, ждите. А сколько ждать? У нас сейчас мороз, уже под 20 градусов мороза. Полное отсутствие информационной поддержки, консультативной поддержки жителям пострадавшей территории. И на самом деле это очень не радует. Некоторые жители, общаясь даже сейчас по телефону, до сих пор не получили реальные выплаты для того, чтобы осуществить и капитальный ремонт, не получили жилищный сертификат. Хотя мы видим, что у нас и температура уже понижается, уже ближе дело к зиме, а реальных выплат нет. Написала, что я не согласна с капитальным ремонтом. Написала заявление в мэрию, и мне пришел такой ответ, что я должна за свой счет комиссию, значит, составить, как я поняла, чтобы они посмотрели все это. В доме до сих пор стоит вода, пятый месяц уже. Дом разрушается весь, в доме сырость находится. Даже протопить никак невозможно, натопить, что нет морозов. Как мы будем жить, зимовать, я не знаю. То есть, как мне объяснили, вы его до вас поставили, потом, когда его перестроите, но вы заново его сделаете, документы на него, мы согласились с этим. То есть, не проверять ничего не стали. Когда дело коснулось того, что я доказывала о том, что я действительно проживала в этом доме, я обращалась в суд, мне сказали в суде, что мой дом, оказывается, не стоял на каком учете, и документов никаких на него нет. То есть, не было и нет. Мне как бы солгали в этом плане. Я получила выплаты, получается, 10 и 100 тысяч. И мне даже судей в прокуратуре спрашивают, как вы получили выплаты со своими родителями, если вас нет в списках, то есть, нас даже не ввезли в списки. Вот как так. Президент России, лидер Общероссийского народного фронта, Владимир Путин, трижды посетил нашу область. И каждый раз он требовал от чиновников, чтобы помощь дошла до каждого человека, до каждой семьи. К сожалению, на деле бывало по-другому. Что в Афшане ничего не делается, что сидит царев, как я сказала, местного значения, глава сельского поселения, и ничего вообще не делает для жителей. Его родственники всю комиссию привел, все дома обследовали, все выплаты получили, сертификаты получили, а все старые, больные, немощные люди остались, потому что поселок первый принял на себя волну и находится в 100 километрах от Тулуна. Дороги все были размыты, ничего не делалось. На аэролодках завезли гуманитарку, так полетая, глава сельского поселения, торговал этой гуманитаркой в своем магазине. А люди сидели голодные, пока не обратились, ему тогда приказали закрыть этот магазин. Зачем тебе деньги? В гроб с собой понесешь. Вот, доверенность порвал, и дочь, когда пришла за доверенность, он порвал и говорит, вези свою старуху, эту трубу, по дороге рассыпется. Из-за своей некомпетентности вот они и бросают справки. Люди, потеряв всякую надежду, уже не знают, кого вызывать, только остается к Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...